Здравствуйте, добрый вечер. Хорошая новость у нас все меньше и меньше. Вот. Плохая новость, их все больше и больше. Значит так, ничего страшного, кстати, я вам скажу. Когда я болтаю, мне нравится, когда мало людей. Когда атмосфера создаётся, или можно спокойно разговаривать, я сейчас могу сказать, а нам много людей, кто этот маржунский элемент участвует. Да. По желанию, скажем так, наших близких друзей, разных, которые у меня учатся и не учатся, в основном те, которые учатся, мы использовали момент до конца света практически. Сколько там осталось? Чего не осталось? Часы. Часы практически, да, остались. Переходим на консервы и свечки. Вот. Первое дело я хочу сообщить, друзья, значит, дорогие наши сферисты, те, которые уже в сфере, те, которые уже, в кастром сети, прекрасную идею дал супруг моей тётю Маше отпраздновать день конца света. Это чего не отпраздновать? Молодец. Темнейшая идея. Мне она страшно была. Значит так, 21 вечера, я не знаю, во сколько мы решим, празднуем конец света. Кстати, ребят, не часто это бывает. Каждый четыре тысячи лет. Каждый четыре с половиной тысячи лет. Блин. Знаешь, праздновать будем на консервах, на свечах, как полагается, встретить конец света. И там, в Сербии, я тоже сказал, тут же эйфория, намного не надо. Так тоже будут, да, праздновать конец света, так что будем на связи по скайпу, если, конечно, будет скайп, если, если, ну и с ним. Билград сказала, что мы теперь петь должны. Да, да. В общем, празднуем конец света. 21 декабря, welcome. Вот так вот, а теперь, мы думали, о чём говорим сегодня. Есть такое небольшое предложение, было. О, дайте мне вот это вот открыть. Было такое предложение говорить о вере. Вы знаете, я сам был немножко против, рано ещё. Рано. О вере говорить рано. А объясню, почему. Конец света сейчас пройдёт. Света ждёт конца света. Правильно? А нихрю не знает, что он будет делать после этого. А вдруг он не придёт. Или конец света придёт, если не готов. Ну хорошо, конец света кончился, ждали же. А дальше что? И вот тогда они запутаются. Когда я говорю, тогда они, я имею в виду именно тех, которых много. А нас мало. Да тогда, значит, начнут интересоваться. А дальше что? А как жить, продолжая тем же темпом, той же гадости, или что-нибудь интересненькое может быть. Вот тогда они начнут интересоваться. Я предложил, вот опять, о вере надо будет говорить, будет достаточно важная, немного серьёзная лекция, чтобы серьёзная. Важная, очень лекция, которая, надеюсь, даст понять каждому, что это такое. Индивидуум. Теперь, я предложил вот такое дело. Пространство. Кажись, всем всё понятно. Обычно людям понятно всё, да? Вот говоришь, в водах, на коглу понятно, в туалетскую кочьё. Так же самое пространство. Сегодня я хотел немножко вам рассказать, уже открывать, открыть немножко тайную, что такое пространство. И... Как появилось пространство в живой организме? Почему я так сказал? Мы искали пространство, и вдруг в каком-то объяснении чего-то, на какой-то из моих, просто вот моим ученикам, я говорю, пространство, это же живой организм. Вот так вот, пространство в живой организме. Ребят, подождите, там на кухне есть люди, которых не интересуют вас. Вы сами или вас заполдовать? Я понимаю, в вашем возрасте мальчики они... Так, ребята, слушайте внимательно, и это полезно. Сегодня, ребята, давайте сделаем так, чтобы это не было монологом, попробуем сделать диалог. Что такое диалог? Это значит, я хотел, чтобы вы думали вместе со мной. Я не буду думать за вас, вы будете сами думать, а я просто буду немножко направлять. Естественно, в конце мы все придем к общему знаменателю. Потому что тема достаточно такая, как сказать, близкая, пространство. Когда человек нормальный, сегодняшний, человек говорит пространство. Что даже подразумевается под этим? Когда человек назовешь скотина, ну что ты же подразумеваешь под этим? Если не ты, то он подразумевает. Вот теперь, когда мы человеку говорим пространство, а вы прочувствуете, что подразумевает каждый из вас под этим? И дайте мне характеристики пространства. А я буду писать. Вот говорите пространство. Вселенная. Вселенная? Бесконечная. Нужно. Называйте как хотите. Мне хочется, чтобы вы выложили свое эмоциональное состояние по отношению к понятию, как вы воспринимаете слово пространство. Вселенная. Блин, по-русски написать. Кто умеет по-русски писать? Гоуфар всегда. Гоуфар? Мой по-русски писатель. Давай, я его сниму, я возьму держу. Пишите. Вселенная. Бесконечность. Еще замкнутое часто, на слуху. Измеримое. Замкнутость. Товарищи, где это? Личное пространство. Какая противоречивая женщина. Замкнутость. Дальше что еще? Личное. Оружение. Еще что? Личное. Личное. Пиши личное. Свобода. Свобода. Ну, не важно. Свобода есть. Не важно какое. Свобода. Еще что? Воздух. Воздух. Ассоциативно. Воздух. Пустота. 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 Временное пространство. Время. Когда мы и говорим пространство, где-то так-то есть что-то со временем связано или нет? Время. Есть кое-что. Время. А для меня больше заполненность сейчас пространства. Да. Конечно. Наполненность. Километр. Расстояние. Время. Расстояние. Время. Расстояние. Ответли. Ответли. Точно хорошо. Супер. Присмотри, что это не получается. Все, в руках. Вы можете сесть за свое отписание. Молодцы! Абсолютно что я не согласен. Теперь на основании того, что мы написали, может ли кто-нибудь из вас мне сказать, что такое пространство? Я так посмотрю, да это практически все, что есть. Абсолютно все, что есть. Значит, пространство это не существующая категория или какая? Закогранная. Абстрактная. Абстрактная категория. Осторожно со словами. Потому что я могу спросить, что подразумевается по словам абстрактной? Не точно сформулировано. Гаухар. Подойдите ко мне, писать будем дальше. Обратите внимание на... Повернись. Стань сюда. Вот так. Обратите внимание. Это Гаухар. Скажите, пожалуйста. Сформулируйте как-нибудь. Давайте попробуем. Сформулируйте с Гаухар и с концепцией пространства. Гаухар это пространство или нет? Часть пространства. Часть пространства. Окружающая у меня пространство. Гаухар это недостающая часть. Да, пусть недостающая. Гаухар это окружающее вас пространство. Можно ли сказать, что Барак Обама это окружающее вас пространство? Он об этом знает. Часть пространства. Часть пространства. Совершенно правильно. Значит, Гаухар и Барак Обама заполняют пространство. Правильно? Можно ли сказать, что у Гаухар есть, обратите внимание на слово, свое пространство? И если есть свое, что подразумевается под словом «своё»? Самое интересное, вы так интересно разговариваете с людьми. Они всегда, они всегда готовы ответы. Абсолютно уверены. Даже они думают о своем. То, что они ответили, спрашиваешь, и он запутывается. Советники не удивляйтесь. Это так просто. Потому что х количество постулатов, которые мы оперируем, мы даже не задумываемся, что под этим подразумевается. То есть, насколько мы являемся рабами полнейшего своего собственного сознания. Вот Гаухар. Что подразумевает под «своё» пространство? Опишите. У нас на Марсе такого нет. Если человек новый, извините. Знакомлюсь с профессиональными обычаями вашими. Ограниченное казахское пространство. Что подразумевает? Кто может мне сказать? Давайте думать вместе. Что подразумевается под «своими»? Внутреннее пространство. Внутреннее. Внутреннее пространство. Она только что, вон, вот. Ольга Михайловна, Барак Убанов внесла в «своё» внутреннее пространство. Что-то не может. Она поставила. Возьмите, как интересно? Нет, 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 нет. Чётко. «Своё» внутреннее пространство и «своё» внешнее пространство. Вообще хаос получается. Можете ли вы мне сказать, диапазон «своего» внешнего пространства, Ольга Михайловна? Где вот заканчивается? На полтора метра, на два, на три. А где мозги? Рабки подсознания. Смотри. Гоухар. Давайте мы измучим Гоухар. У вас есть своё пространство? Ворота. Вопрос крайне-крайне простой. Я бы даже вам примитивный. Есть и нет. Квартира. Есть и нет. У вас квартира идёт? Конечно, и нет. А что ходить? Ты с ним поешь, что ли? Нет, но если это рассматривать... Вот мне интересно, как вы рассматриваете. А если это рассматривать в области взаимодействия, то вы решаете в колокольчике. У вас третья есть? Чья она? Моя. Не спеши. Не спеши. Я всегда говорю, мои вопросы. Мои вопросы крайне глупые, но очень глупые. Есть печень, которая находится в ней на теле. А это я понимаю. Потому что когда вы сказали «моя», я не совсем ехал, чтобы вы подразумевали под «моя». Оно у вас есть. Вам сделали операцию. Да. Ну, в общем, это можно говорить. Сделали операцию. Взяли кусочек печени. Паша. У вас печень есть? Есть. Чья она? Получай. ЗАВИЗМА! Пойдите. Галукар. Пойдите. Галукар. Галукар. Пойдите. Примитивнейший шаг сделали. Ребята, двадцать первый век. Это не манипуляция слов. Двадцать первый век. Давайте посмотрим на сознание человека. Сделали галукарчик операцию. Взяли небольшой кусочек печени. Но для чего? Для биопсии. Вроде возникает вопрос. У тебя печень есть? Да. Где она? Зависаешь. Рассказывайте, где она? Справа. Кто может играть? Она простая. Очень интересно. Понятие «моя»… Можем ли мы задержаться на понимании «моя», когда твоя печень находится частичка, неважно какая. Вот на полочке. Твоя Рена. Уже моя. Нет, моя. Почему? Может быть, ощущения мои чувства, органы зрения, слуга, обоняния… Она же мечами пугает. Еще что-то. Это все мое пространство. Она сну «моя» осталась. То подразумевается по словам «моё». Принвежит мне. И стеолище. Что? В любом случае она? Состояние составляющего. Память. Я понимаю. Я вас понимаю. Эгоизм печеночной работы. Теперь давайте вот так сделаем. Сделаем шаг глубже. Берем вот этот кусочек вашей же печени, ее печени, и бросаем его в свою кислоту. Она полностью растворяется. Мая печени. Вот она есть? Нет. Моя печень. Теренец. Петень есть. Кусочка печени. Нету. Кусочка печени. Любопытно. Значит, получается, характеристика «моя печень есть» и «моя печень нету» – «это всего лишь взаимоотношение», то есть, ее структура. но было все в одной гульбе теперь эпидочки находятся вот так они же есть в этой жидкости в растворенном состоянии так есть она или нет? и то что есть, твоя или нет? есть и не наша смотрите, как интересно что я хочу сказать видоизменения в пространстве формируют вашу созматривающую позицию по отношению к предмету неважно какому видоизменения в пространстве ребята, а не вы характеризуют и формируют вашу позицию ну, как говорят, моя видоизменения к конкретному субъекту если видоизменения в пространстве это те, которые формируют твою позицию то есть, по какому праву или на каком основании ты можешь сказать, что до этого оно было твоим мне кажется, только по привычке вариант такой берем вариант такой более интересный опа у меня прекрасная печень берем часть я лично любитель гаухаревской печени сделай сил извините не жевал, глотнул но не попихнулся но не попихнулся то есть, возвращается к вам чья это печень? ну, пример, конечно, каждодневный вам близкий рассмотрим, чья это печень тебе она не там, в колбочке а во мне, в моей колбочке чья она? опять с гаухарвая? или моя? или моя? давай, про слово любопытно мы говорим о самых простых логике вещей в понятиях взаимоотношениях человек-пространства которые человек 21 века практически умеющий все, как он думает такие вопросы даже мы давно решены где заканчивается пространством понятия я мое мне может быть вообще нет и вы не сможете ответить на этот простой вопрос вот мое ее ли это или уже мое получается обратите внимание состояние пространства опять же формирует ее сознательную позицию по отношению к чему-то я же тоже пространство он видоизменился или третий вариант я человек добрый так сказать извините за слово человека взял ее печень поделился с другом взял поделил давай ему и одну себе и спрашиваю глухая он говорит что вы печень сожрали? извините, мы проглотели но у меня вопрос я говорю да да а сколько у тебя печени? ну сколько у тебя печени? тысячи? тысячи тысячи а где она? так что ж на нас полезло? понимаешь? что получается? сейчас количество три печени у нее что ли? я говорю это кусочек окей но это же та же самая печень это что получается? во мне находится недостающий кусочек твоей печени? блин вообще запутаться можно но вы знаете что клетки обычно обычно имеют свойство умирать и рождаться ну они же регенерируются да? то есть фактически ее печень это живой организм который постоянно видоизменяется то есть даже охарактеризовать эту печень в виде объекта существующего невозможно там как? где моя? где не моя? где что? все теряется сама печень является пространством можно сказать так или нет? да сама печень является пространством теперь вот это а теперь мы выйдем из человеческого сознания слава богу ничего там попасть там хаос выйдем и посмотрим на группа со стороны так что у нас там есть? там есть определенное состояние пространства ну это понятно это вы думаете снова сами себя нет знаю так значит у нас ухар это определенное состояние пространства называется ведь по-русски ты умеешь это надо то и то же да дохожу только потом понимаешь нечего все печень состояние пространства что это печень печень да печень норма печень состояние пространства это когда с такой печенью в туалет пойдешь вот вот после наступает состояние печень печень находится в чем? тело можно ли рассматривать тело со всеми жадостями внутри как определенное пространство состояние оно находится в определенном состоянии пространства называется пиши тело голова это не часть тело но обратите внимание на это заканчивается правильно у нас ухар ее тело тело находится где? в среде в среде я хочу научиться английский и мне сказали если ты хочешь научиться говорить английский ты должен попасть в среду я празднился в среду весь день учили английский и идет английский два месяца я с каждой средой учился не английский вообще и не должен говорить почему у меня деньги есть вот теперь пиши среда вот обратите внимание среда а как хватит обратите внимание маленькое пространство меньше сейчас я люблю маленькое пространство больше пространство состояние третье кто кого формирует они друг друга друг друга как за его влияние можно ли сказать что состояние ее печени формирует среду конечно зависит чего она по журнолазу и можно сказать по-другому среда формирует сознание ее печени да вот надо тоже через тело через тело хорошо здесь печень здесь тело здесь сюда где гаухар везде везде где гаухар понятие я существует так оставили но где находится в пространстве получается что влияние одного на другого постоянное тогда где же ограничивается понятие глухар я в теле только что я слышал что среда формирует тело ну хацаби увеличить давление среди она сплющивается ну увеличишь атмосферное давление и похудешь похудеть будешь блеской но худой видишь как влияет это уговорит почему тогда когда человек сознательно говорит я он воспринимает свое я как мертвое состояние то есть не видоизменяющийся ни по каким каком он понимает что оно блин живет такое живет пространстве хотя бы тело и какие условия важны и влияют на его состояние жизни почему тело так называемое моё и среда практически взаимосвязаны миллион процентов почему невозможно спрашивают почему сознательно не рассматривается понятие я не тело а больше как если и что но кто такая чтобы так много ходить Социальные устои, друзья мои, ограничивают людей, естественно Потому что если вдруг Гоуха вот так концептуально Изменит свою сознательную позицию и понимание пространства И начнет жить по-другому Вы просто воспринимаете свое тело как так называемое Мое тело плюс окружение 4 метра Ну глупость говорю, 4 метра, извините, конечно, метров 10 По окружению То оно, возможно, будет манипулировать Кстати, ну хотя бы сознательно это понятие «Я» Станет настолько большим, настолько инфентрированным Что, ну, подходя, ну хотя бы, вот представьте Вот просто представьте «Я» это не это, а «Я» это большое Ну, фантазия так работает И подходя к вот Вадиму, она уже подошла к нему Ну, что толкаешься? Вадим оттуда со своими действиями, что толкаешься? Местов нет на планете Значит, сознание, ребята, искусственный орган Формирует понимание пространства Исключительно под влиянием социального общества Вот сказали тебе, 9 квадратных метров Это место в твоем обитании Вот такие будешь обитать Оно не твое Это место в твоем обитании Но существует ли вообще понятие «Мое пространство»? «Мое»? Нет Теперь давайте посмотрим на земной шарик Это глобус такой, который вращается вокруг Солнца Так вам скажем Слушай, каковы есть, земной шарик? Я попробую вам объяснить Вы не встретились еще с ним? Сейчас встретимся Саня, вот такая вот круглая штучка Яйцеобразная Например, это яйцеобразная Саня, отсюда До сюда Оп Кто знает Сколько? От центра До Где стоит? Какой радиус Этой план-дуры? 6378 Или 378 Километров Вот собственно Вот это радиус этой дуры Так называемой материи Теперь обратите внимание У земли Ни с того, ни с сего Повторяю для особенно Людей Ни с того, ни с сего С дуру Вдруг образовался фонсерат Кстати Наука вообще не может понять Откуда? Потому что если такие Такие космические Или биокосмические процессы Могут существовать Но химические Они могут существовать Везде Какая разница Какая бандура Это Марс То, сё Юпитер У этой Навала Почему-то А Юпитера Который раз Икс больше Вы знаете Если взять Юпитер И поставить Землю 15 штук Такие земель Не повезло Беднота Как это может быть? Там же земля Тоже солнце Тоже влияние Должно вырабатываться Камень же вырабатывается Ну обычный камень Формируется Лава же формируется Температура всего Невсто формируется А у этого нет Понятно Углевород Водород Соединение Но везде есть А у этой дури Сформировалось Так вот Кто знает Сколько атмосферы Земли Сколько воздуха На Земле Ну атмосфера Наверное есть Слои Стратосферы Евросферы Какая высота? 40 километров 100 километров 100 километров То есть Если вот это 6378 километров То высота Земной атмосферы Составляет 1,6% От этого То есть Это Вот Столечко Нет Вот Столечко Меньше Даже То есть Под понятием Атмосфера Это практически Невидимый Слой Невидимый Ребята Его нету Невидимый Слой Если мы отойдем И посмотрим на Землю Огромное количество По поверхности Но он не видит Он настолько Малюсенький Практически никакой 100 километров Который в состоянии Вытворять чудеса Что такое чудеса Ну Кроме биологической способности Земли Жить То есть Дышать Ну Растения Производить углекислый газ Мы Будем говорить Пукать Земля же для себя делает И для нас Мы всего лишь микробы Которые находятся В ее Или на ее теле Вот это у нас Голухар И там Куча бактерий Очень полезных Называются люди Живот И так далее Куча бактерий И вот этот биоцикл Ну У нее же У тебя в пяти Какие бактерии А О кишках Даже не говори ЗОПА Там приблизительно Бывает до пяти тысяч Разновидностей Разные Дисбаланс Приводит Дисбла-бла-бла-бла-бла Но есть там Огромное количество Необходимых Жителей Человеков Вследствие которых Существует И вот эти Несяк глухар Почему же Не рассматривали Точно так же Концепт земли На котором живет Наша самая Кахлог-муха Являющаяся Такой же Бактерией Гражданкой И вот эти Семь миллиардных Бактерий Плюс животные Плюс животные Благодаря чему Вот эта пландура Естественно И дышит И живет Так Ну естественно Мы так же не рассматриваем Потому что мы рассматриваем Что земля Принадлежит нам Можно ли сказать Что груда Каких-то бактерий Обитающих в ее кишка Врухри жила Что гаухара Принадлежит им И они являются Харенку фару Тупо звучит Так вот я Только что представил Социальную Ментальную Позицию Человека Разных На этой планете Я родился И по крайней мере Этот земной шар Должен быть Благодарен Этому Вот такая Позиция Соответственно Пространство Со всеми своими Кишками Почками Веченья Вы знаете Там слоги Лимфами Кровенными Сосудами Что такое Кровенными Сосуды Знаете Есть Молодец Реки Молодец Реки Которые Идут Удавниются Поднимаются Наверх Они Здорово Так болтаются Здесь Они поднимаются Снизу Наверх Спускаются То есть Снабжают Практически Всю землю Необходимо Водой Ну как кровь Потому что Она белая Да Там еще Нервы Есть Ну Хотя бы Эти Корни Деревья Туповато Наука Думает Пока еще Что А не только Для того Чтобы всасывать Вод Нет Веченья Проходит Груда Сигналов И соприкосновения Одного Корня Ну-ка Потрогай Мини Голга Твоим Корнем Что Ты Чувств Чувствую Благодарность Деревья Обратите Внимание Всего лишь Кимический Контакт И Х Количество Данных Называет Ощущение Пришло Туда А теперь Представьте Что Все это Взаимосвязано Через биологически Возможные Идеи Все эти Вот Называется Такое Утравинка То Все Получается Это Дура Еще и Чувствует По словам Кстати Может даже Острее Чем Мы Но Если Чувствует То Она Должна Еще И Реагировать Как То Так Она Реагирует Как Утравинка Но Если Мы Скажем Что У земли Есть Свой Определенный Ритм Дыхания А он Есть Это 7 Герц Он Медленно 7 Герц Он Глубокий Значит Он Видоизменяется Чуть Чуть Начинает Нервничать Усиляться Ну Естественно Начинает Реагировать Очень Интересно Получается Что Эта Аван Дурак Праймежен И Свои Воспаления Свои Восстановления Раны В 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 Расстать Это Живой Абсолютно Организм Который Существует Благодаря Балансу Который Находится На нем Но Вот Большой Минус Они Развиваются Размножаются Если Что Касается Животных У них Есть Месяц Ну Котов Март В Марте Они Приступают К твоей Ответственности И Начинается Бабаханами То Человекообразного Любопытно Нету Странно Нету цикла Воспроизведения На всей земле Все Подвластны Циклу Жизни земли Пришло время Пописеть Она Пришло время Покушать Она Кушает И все Животные В этом Цикле Ай Этот Размножайский Собака Как будто Не отсюда Как будто Не въезжает Блин Не чувствует Что тут Недовол Недовол Радостный Такой Как вы думаете Почему Человекообразно Даже обезьяна Так не размножается Чувствует Землю То есть Чувствует Ее гормональное Состояние Связанное С землей Когда вы Гаухар Последний раз Чувствовали Землю Извините Такой вопрос Вы ее почувствуете Придет Прием Когда вы Гаухар Последний раз Чувствовали Землю Когда Скажи Это возможно Составная Часть Земли Пусть Микроскопическая Абсолютно Не связана Землей Она ее Не чувствует Вот скажите пожалуйста Мы находимся в Казахстане Калмата Болеет ли Эта часть Землого дела Или здоровая Болеет Они болеют Почти Цыпы Разные города А почему Конечно Болеет Как калмата Так больная Есть Нью-Йорк Есть Москва Есть Лос-Анджелес Есть Токио Ну доктора Вы можете определить Какая часть болеет Какая нет Нет Вы не можете Любопытно Но они же живут Там Груда Лос-Анджеловцев Груда Эти Груда Эти Оно же живет И мы все равно Немного Вот так Мы не связаны Мы не чувствуем Но насколько Мы связаны С этим пространством Сто процентов Сто Ну естественно Сто процентов Мы зависим От него Абсолютно Нет Connection Что-то не то Получается У вас У нас Все нормально Нормально Вот Подтвердило Более особо Своим чином Подтвердило Что я был Все правильным Как же это получается Как это возможно Что земля На которой зародилась Ваша Жизнь Вы не чувствуете Вы Еще Абсолютно Должны Быть Как Животные Или Концепт Занесен Этот Вирус Сюда С других Хрен Вы Знаете Откуда Бандура А теперь Атмосфера Вот эта Бандура Тонющая Спасает Вот эту Бандуру Практически Как кожу Вот ваша кожа Да Золха Тронь мне мою кожу Что вы чувствуете Опять тепло Увремя Потому что Еще не умер Вот скажите Пожалуйста Нет Слушай вопрос внимательно Отвечай Тронь Что вы чувствуете Я не о теплоте Думай Вы уверены Что вы чувствуете Поверх Любопытно Мы сейчас будем термичем В вашей машине сейчас варить Скажите пожалуйста Сейчас я вас обману Вы чувствуете ли вы Мои мысли А вы когда-нибудь Мысль видели Вы ее когда-нибудь Чувствовали Видели Встречались Разговаривали Знакомились Кушали Анализировали Откуда вы знаете Почему вы Все Сказали нет Почему На основании Чьего А это знаете Трафареты И греша То же самое Всем понятно Что это мысль Но никому не понятно Что это Любопытно А почему Вы думаете Что здесь Нету результатов Моих Ментальных Неважно Подружаем Процессы Обратите внимание Общаясь с пространством Общение с пространством Оно идет Постоянное И как вот В этом круге Я рисовал Оно влияет Друг на друга Какая разница Как она называется Мысль Не мысль Это составная Часть пространства Так вот Если это составная Часть пространства Гухар Так же как и ты То у вас нет Так же как у меня Мы взаимосвязаны Это и есть Только как земля Это один Организм Все взаимосвязано Все влияет на все Видоизменяет И влияет Естественно То есть Представим Теперь Вот эта дура Со своей кожей Дурной Несется в пространство Можно ли сказать Что она что-то чувствует С тупом человеческом Понимаем Чувствует Скажем Да Можно ли сказать Что она Реагирует На пространство Это легче Так слово Чувствовать Запуталось Да Можно ли сказать Что слово Реагирует На пространство Это своеобразное Чувство Которое Типа Нам неизвестно Когда я проведу Рукой Я не реагирую На пространство Нам известно Просто Да Оно чувствует Но опять Трафарет Слово Чувствовать Чувствовать Кожице Так вот Вот этой кожи Своей Кожице Эта кожа Дает ей Возможность Невероятную Потому что Она очень 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 И еще раз Очень Чувствительная Ну потому что Крайне Хрупкая Хрупкая Моя кожа И поэтому А вы представляете Количество частиц Которые находятся В пространстве Нет Вы не представляете Выясните Что количество частиц Даже находящихся Вот сейчас Вот в этом Пространстве Где болтают Это не миллиарды Это триллиарды Это само пространство Это и есть Частица Опять Сознательное Трафаретное Состояние Что Подразумевается Под частицами К хреноте Неразная Но Вспоминая Своего коллегу Эйнштейна Что там Вспоминая Свою коллегу Эйнштейна Хочу сказать Что Эйнштейн В начале 20 века Вынес На рассмотрение Мысль Что По крайней мере Что касается Света Что Свет Это частица И волна Одновременно Никто Ни хрена Не помнит И до сих пор Не понимает Но как попугаи Повторяют Что подразумевается Частица И волна Одновременно Свойства Так вот Количество Окей Давайте Тогда Вне Сорвется Я Взял телефон Позвонил Галхар Халю Халю Вот это Халю Что полетела Водолхар Частица Частица Моя частица Волна Извините Насколько я помню Мой коллега Сказал Что и то И то Так он сказал Или через Айфон Летят только частицы А вот сам Супер Абсолютно Волновременно И вот так вот Замутались Эффекты есть Объяснение Никакое Потому что Что подразумевается Под словом Волна Это что Колебаем Сить А Само Колебаем Само Колебание Чертва Видишь А теперь Давайте Расслаждаться С позицией Пространства Вот так вот Запомнились Может быть Это само Колебание Пространства Состояния Пространства Вы знаете Когда я был Молодым и глупым Если это был Недавно И когда меня Учили Значит Я нашел Потихоньку Открываться Знаешь Уже старость Уже пора Уже можно Свои старые грехи Значит Вижу Я во сне Сон Он на Людей Учет Во сне Хочем Пока Доедешь Вот И значит Появляется Передо мной Хмырь Хмырь И держит Ну Такие Учебные сны Они были Сейчас их нету Конечно Сейчас я уже Все Уже работу Еще Диплом На месте Но тогда Учили Их было Очень Молодцы Значит Появляется Хмырь И Сейчас я его Приглашу Сюда Молодцы Молодцы И, значит, просто вот появился седатель, и держит в руке вот это, как это называется? Это не будет шур, но большой, здорово, для особенных рук. Вот так вот держит его. Вот так вот держит его. Вот так. Но был размером вот такого. И говорит, смотри сюда, и показывай револю. Вот так вот, да? И показывай револю. И начинает медленно его крутить. Вот так вот. Я смотрю вот сюда. Ты видишь, когда крутишь... Круто, не слегка. Нет. Движно, здесь. Да, ты же следишь глаза. А так он крутит, медленно, здорово. Ну, не про пространство, кстати, это было про время. Но все равно, в конце то же самое. Потом уже оценили. Он двигается. Спрашивает. Движется. То есть, он передвигается. Спрашивает. Да. Он говорит. Теперь подумай еще. Движется. Я говорю, нет. Говорит. Вот так и время. И исчезает. Все остальное я должен был сам дольнать. Ну, я быстро бегу. Я догоняю. Все равно не догоняйся. Даже не пробовать. Это небный началь. Это уже высокий. Точно так же пространство. Когда появляется волна. Определенное состояние. Вода. О, давайте возьмем воду. Вот она вот. Вот вода. Не будем рассматривать как частицы. Состояние. И вдруг идет волна. То есть, меняется состояние в воде. Вот так получается. Вот волна движется. Не меняется состояние в воде. Я никому не говорю. Я не знаю, что движется. Они называют это волны. И абсолютно в голове состояние движения. Понятно? Физька так говорит. Движение. Но как вы думаете сейчас? Вот как вы ощущаете? Двигается ли что-нибудь? И если двигается, то как? Хаоптично. Извини, это очень разно становится. Просто это со временем образования. В какой период времени? Да-да, коррек. Слушай, Эйнштейн сказал. И попал. И попал. Нет. Любопытно. Видоизменение состояния пространства люди рассматривают как движение. То же самое, как вот это. Где это? Дура. В общем, как вот это. Но ведь оно же. Все стоит то же самое на месте. Просто крутится. Или видоизменяется. Но на месте. Ничто же никуда не движется. А ощущение есть, как будто движется. Точно. Представьте. Вот теперь представьте. В море. Море. Это огромный вот такой вот... Не пространство. Не пространство. Не пространство. Шуруп. Вот представь. Шуруп. И волна. Это вот его ребро. И вдруг что-то происходит. И у тебя ощущение, что ребро пошло. Но оно же не идет. На самом деле происходит. На самом деле происходит. Встань. Садись. Садись. Стой. И теперь надо быть. Сверху. Можно не сказать, что движется. Если движется, то что? Вот двигались-то ноги. А вот издали посмотришь, как будто волна пошла. Получается. Ничего не видоизменяется. А все движется или меняется. Ни хрена себе пространство. Все же везде одновременно есть. Ничто. Никуда. Не передвигается. И в то же самое, все движется в самом себе. То есть. Пространство, друзья. Это настолько живой организм. Но вот так живет. Какие законы? Это вы можете им спросить. И я не знаю. Я еще слишком молодой. И крайне тухой, чтобы ответить. Я думаю вот так. Что у пространства закон нет. У пространства есть условия существования. А законы это для тех, кто в нем находится. Ну, для дробов. Для нас. Которые сами себе законы не находят. Посмотрите. А теперь сделаем шаг. Еще дальше. Дура земля. Со своими коллегами. С другими дураками. Во главе с главным Эйнштейном. Солнце называется. Я просто повторюсь. Это уже говорил как-то, но в другом тексте. Да? Солнце. Хочется в центре. Вокруг находится груда планеты. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Меркурий, Венера, Земля, Эндура, Марс. Ну, вы знаете, наверное. Ураник, Тунг, Лутон. Последний этаж. Смотрите. Все они вертятся вокруг Солнца. Правильно. Здесь есть новые люди, чтобы им объяснить. Кто не присутствовал на той лекции, когда я объяснял движение Солнечной системы в галактике? Для кого это много? Это феноменция. Это феномен сна? Да. Кто? Есть люди, которые не были на сна. Подождите. Кто не был на феномен сна? Вот. Раз, два, три, четыре. Окей. Остальные были супер. Я просто быстро повторю для вас. Солнце. Все они крутятся по одной плоскости. Не так вот так вот. А вот все по одной плоскости. Вопрос. Почему они крутятся по одной плоскости? Почему не по-разному? Почему проблемы? Знаете? Нет? Не знаете. Естественно, как можно знать. Объясню. Потому что все это болтает в галактике. Галактика сама крутится. Вот так вот. И кручение в галактике, это значит, что даже Солнечная система несется в пространство. То есть, Солнце. Последняя дура. Несется. А теперь еще раз представьте планету. Немного. Которая находится вот здесь. Может ли она вот так крутится? Она не догонит Солнце. Получается, здесь она идет. Мирная здесь быстрее. Поэтому все планеты находятся вот на этом. И реально планета, вас обманули, она не кружится вокруг Солнца. Если ты Солнце уверешь, то планета движется вот так. По спирали? По спирали. Да. По шуру. Все планируют. Совершенно правильно. Вот умнейшая женщина. А теперь издали посмотрите. Странное ощущение появляется. Все движется по спирали. Все, практически. У меня вопрос. Ребят, вопрос к моему коллеге Нинштейну. Не думаю, что он ответит, но вы ответите. А кто сказал, что волна так не движется? Что она вот тупо вот так идет? Может быть, на нее смотрели сбоку? А если посмотреть спереди, она идет по спирали. Сбоку она выглядит точно такой же волной, но идет по спирали. Потому что спиралевидная форма и есть движение в пространстве. Спросите меня, почему? Почему? Ну, раз вы так настаиваете. Сиди. Какие ребята? Отходим к самому интересному. И скоро я закончу, потому что мне неохота больше работать. Слушайте. Слышал ли кто-нибудь из вас про гольфстрим? Да. У земли есть своя иммунная система. То есть температурные условия. Точно так же, как глинки и так далее. Гольфстрим, это бандура, которая спускается от этого, как называется, Гринланда, вниз, потом оба. То есть оно проходит по полу планете, это вода, река в океанах. Под понятием региумов, это разумеется всего лишь движение. То есть вода в воде. Благословно другая температура. И оно идет, кстати, с очень немедленной скоростью. Немедленная скоростью. Немедленная скоростью. Как идиот, блин. Несется. Несется. Смотри. Здесь. Я водил. Я какая-то время. Килька. Здесь у нас гольфстрим приемляет. Я его не вижу. Вы тоже бы его не увидели. Вода водил. Здесь я плыву вот так. Теперь я плыву здесь. Что из-за скорости? Было бы так? Нет. Обратите внимание. Но ведь скорость моего движения та же. Но получается, что вместо 50 сантиметров не мне. Мои шаги 50 сантиметров. Если здесь мой шаги сделает 50, 50, 50, 50 сантиметров. Здесь он сделает сколько? Думай, не спеши. Сколько делаю? 50. 50! Тех же самых 50. А я, как бы, 10 раз дальше. Как это возможно? Это как по дорожному движению. Несет же к тебе еще. Дубавляет скорость, падает страшность. Скорость внешность. То есть? Оказывается, что в пространстве есть пространство, которое двигается по другим принципам. Вы это можете сказать, коллега? В пространство. В пространство. Или есть пространство, которое ничем не ограничено, и оно несется с бешеной скоростью, но я не понимаю, что оно есть. Ну, рыба я, дура, блин, как китка. Откуда я знаю, что такой кольфстрит? У меня интернета нету. А я смотрю, блин, моя коллега, килька, она уже где? И что-то хрена не будет? Я тебе, я тебе за дверь, не кильки. Ведь пространство же одно и то же. Вода есть вода. Ты что, думаешь, сидит, вот килька, и спорит? Ой, блин, гольфстрит. Она же не реагирует, не депетирует. А теперь представьте. А теперь представьте, друзья. Ребята, не надоело слушать. Нет, нет, нет. Вы знаете, мне так интересно, я сам все это не знаю. Я вам серьезно говорю? Я вам серьезно, что вы будете, я книжку почитала? Сейчас. Но, чего я знаю? Что пространство дает невероятная возможность. И все, что надо, ребята, это просто немножко изменить. Ну, не настолько. Это болит. Свалите. Дорогие мои друзья. А что если? Ну, сдук. Пространство не водяное. Что такое вода? Это всего лишь количество H2O в пространстве. Здесь есть H2O? H2O? Сколько? 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 20%? О, здесь больше 50 сейчас. Не знаю. Сколько вам нет? Ничего интересного. Абсолютно вода. Ничего интересного. Но вы смотрите. Если бы мой H2O потенциал, вот мой, не мой, а вот вот что органичивый, увеличил в 100 раз. Нальел меня водой. Что я буду? По что я превращусь? Узы. Ну, да. Узы. А теперь вот это пространство добавим в 100 раз увеличим. Комнату. В 100 раз увеличим H2O потенциал. Или в 1000 раз. Что будет? Море, лужа, наводнение. Ну, знаю, какая разница. То есть сейчас здесь есть наводнение, но потому что всего лишь 50% И не соединено, оно находится в воздухе. Вот и все. Какая разница, сколько воды? Фактически. Подобные же явления, движения, могут происходить и здесь, в так называемом воздухе. Я не о воде говорю, я просто привожу параллель. Слушай, ребята, а можно боль стрим какой-нибудь свой, воздушный? Прямо здесь. Интересно, а где такой боль стрим? Что-то не видно его. Но может быть, он есть какой-то такой боль стрим? Есть. Он слышит. Видишь, справа лица? М? Видишь, справа лица. Видишь, справа лица. Это получается что? Что получается? Вот я хожу. Уже никак, рыба, уважаемый человек. Извините за слово «человек». Если я попаду в другой стрим какой-то, то что будет? Где буду находиться? Еще сентября. В таком пространстве мы будем? Думайте. Вы сейчас сказали то, что наслышат по телевизору. Да. Что такое такое другое пространство? Когда ты сидишь в море, как все нормальные рыбы, килька, и смотришь через боль стрим, ты никакого другого и не видишь. Вот это есть вода тура. Вот тут сознательные барьеры. Под понятием «другое» у вас тут же подразумевается «вне моего фа-фа-ля-ля-ты рубля». Да вот оно! Просто не тем местом смотришь, как боль стримит. Потому что оно то же самое. Просто течение там есть. Но то же самое. И что получается? Получается, друзья мои, что если? Это как он на земле. А теперь на это добавьте. Вся эта бандура со своим этим лампочкой, вокруг которой, движется со скоростью 250 тысяч километров. Представляете? Еще эта дура вертится со скоростью 30 тысяч километров. Вот мы сейчас несемся. Вы представляете, сколько оборотов? Вихт. Вихт. Да. Турбуленции, как он называется. Ну, в общем, воронок все это создает. Понятно? Хотите, смотрите. Это бандура наша. Несется со своей кожицей. Но, вы видите, рядом с кожицей тоже пространство. И оно все эту дуру несет с собой. И вот эти вихри, которые создаются там. Хм-хм-хм-хм. В самом том пространстве. Вот эти воронки. Обратите внимание. Волны. Но они не такие. Они, естественно, спиралевидные. Что это получается? Что такое спиралевидные вот эти вихри? Не слышу. Волны. Может быть, они создают Гольф-стрит? А что еще? Как создается обычно эта дура, которая постоянно Америку попадает? Торнадо. Торнадо. Торнадо создают какой-то объект, который быстро дверется. Ну, условно назовем. А что это за объект? Переведи на нечеловеческий. Я не понимаю. Не если торнадо создают. Почему объект? Ну, условно. Но пространство создают. То есть пространство в пространстве, которое начинает двигаться. Быстрее и медле не важно. Но это и есть. Вот, смотрите. Я поднял руку. Скажите, пожалуйста. Поднял ли я руку? Конечно, поднял. Подняли относение. Да? Как интересно. Показывай. Не видно? Ну, на голову не встану, блин. Обидно. Представьте, что я стою наоборот. Вот так, на руках. Окей? Ну, занято сною. Я поднял руку. Поднял ли я руку? Не шуми. Получается, отпустили. Я поднял руку. Да. Я поднял руку. Поднял ли я руку? Подносительно. Поднял, поднял. В любом случае поднял. Ну, во всяком случае, я вижу поднятую руку. А-а-а. А кто-то отпущен, он может. А вот оно в чем дело. Я спрятал руку. Спрятал ли я руку? Нет. Ребята, вы, вы, несмотря с какой стороны, посмотрите. Нет, ничего такого лица-то. Ну, почему он спрятал руку? Хорошо. Тогда вопрос вот так. Вольга Михайловна, вы как-то сестра Эйнштейн. Ну, конечно же. А вот так вот. Мальчина, я спрятал руку. Спрятал ли я руку? Зависимо, если оттуда смотрят. Что-то относительно мое восприятие, что не спрятал сейчас, потому что спрятал лицо, а не руку. Совершенно так. Ну, не торгуетесь. Совершенно правильно. Именно этого я и хочу, чтобы вы освободились от своего собственного, или от своего собственного объяснения своего же восприятия. Может, объяснение своего восприятия не совсем правильно. Поднял, спрятал. Это же достаточно ограниченные категории. Ну, скажи, аргументальные. Что такое спрятал? Только потому, что я не видел, что значит, я ее спрятал. И прятал ли я ее? Одна... Почему я хочу сказать? Понятие движения, наверх, вниз и так далее, и так далее, ну, очень-очень, очень-очень ограничено. Здесь центр Земли. Здесь мы живем. Где верх, где низ? Оттепность. Правильно. Для нас это верх, для этих храниц. Вот это низ? Для нас, да, нахраниц. Но вы не говорите, а Америке не понятно, что она, оказывается, не низ. Не зон. Хорошо. Тогда тот, кто живет в Америке. Для него Казахстан есть? Да, нет. Да, нет. Вот видите, как интересно. Для него, получается, верх, если ты смотришь из позиции ни его, а вне. Вот теперь выньдите из этих стандартов. Улетите с этой планеты. Давайте со мной. Здесь ничего интересного. Здесь много интересного, но вы не видите. Улетите со мной. Улетите. И представьте, мы с вами нахроны. Несемся со скоростью 250 тысяч километров в час. Вот это пандура. И она создает огромные потоки. Вихрь. Ну, представьте, это потоки. Не важно чего. Этих же волн, которые уже там, идут от Антареза. Антареза, звезда какая-то. И вдруг земля вот так пролетит, и она там. Ведь катастрофические силы начинают вихровать. Что такое вихровать? Вдруг ни с того ни с того, потому что это пронеслось вот так. А что если случайно уступить в ногу туда? Двумя ногами. Ладно, так ли, ну. Улетишь. Переведи слово «улетишь». Ты же до этого тоже летел. Ты и сейчас летишь. Ускорение произойдет. Смотри, как интересно. Правильно. Проискойдет невероятное ускорение. Но, кстати, вы такие и тебе же не держите. Вот вы сейчас летите. Чувствуете ли какой-то дискомфорт? Сложится 350 тысяч километров в час в том направлении и 30 тысяч в этом? Нет. Плюс. Этот бур болтается, держится вокруг самая себя, даже как чужие. Я извлеку, что ты не вырвачиваешься в этом. Здесь 1600 километров в час. Здесь 33, здесь 250. Так как ты живешь вообще. А она без проблем. А она без проблем. Вот это интересно, ребят. Она без проблем. Как вы думаете, почему? Потому что она привыкла? Потому что масса этого пространства, масса количественная, настолько большая, на Земле, что практически килька, находящаяся в в Гольфстриме, она даже не знает, что она в Гольфстриме. Для него это пассивное х-состояние. Килька, находящаяся вне Гольфстрима, точно так же не знает, что она вне Гольфстрима. Но килька, случайно залетевшая в Гольфстриме, а теперь все это увеличите в размерах универсума, ну, галактики. И представьте, просто представьте, у вас есть возможность, вы такие, вы же Гольф, да? Скоро, вот так, встать издали. И видеть в каких-то очках вот эти турбуленции, вот эти Гольфстримы, которые несутся. Туда, сюда. Этот наш Дурной Гольфстрим, пол планеты проходит, если не больше. Туда, сюда. Размеры соединяют звездные системы в этой галактике. Может быть и в Галактике, в межгалактике, но оставим. И вот такие вот сплетения. Все пространство вот так движется. И у тебя есть возможность, потому что ты видишь. Так, оп! Встать какой-то Гольфстрим. Просто, оп! В Гольфстриме. Потому что ты знаешь, да? И переместиться. С большой скоростью туда. Даже ничего, ни пыли, ничего на туфлях. Понимаешь? Стоп! Абсолютно неправильное. Правильно-неправильно сказано. То есть перенеститься во время. Любопытно. Рыба, килька, Гольфстриме. Перемещается ли во время? Нет, потому что не увеличивается скорость, которая сокращает ее время. Чего? Она, кстати, в другом направлении плыла. Она занята. То есть изменение пространства, то, которым больше, чем та, которая появилась в небо. Ничего общего со временем это не имеет вообще. В этом и весь концепт. Крутится? Нет, это не преимущество. Крутится? Да. Думай, нет. Потому что мы общие галактики. Найдем такой бой с ним. Я спрашиваю, может быть, так и происходит? Наверняка. А тот сказал это. 300 тысяч километров в час, в секунду и не больше. Я посчитал. Это он считал, когда он в своих тапочках решил дойти куда-то. А если использовать пространство, там нет измерения в километрах. Знаешь, целая масса такая, миллиарда километровая несется. Куда ведь лунный ритм в пространстве существует? Оно так живет. Точно так же, как реки вот здесь, все, никакой разницы. Помню, значит, лечу это я, значит, лечу на отдых. Вот так вот, ребята, к вам прилетают. Когда надо. Сдуру. Появляется. Ну, вы, наверное, видели, а может и не видели, но они тут есть. Они появляются вот так вот. Появляются. Сдуру. Ну, понятно. Объекты, скажем так. Ну, понятно. В воде холодно, то все. Ну, надо как-то одеться. Понимаешь, что не в лес вот так вот. Они тоже одеваются какие-нибудь тренеры и несутся. Спокойно, тихо, мирно. Это пространство. Ну, вот, любопытно мне. Неужели, если это закон пространства? Во-первых, может быть, волна сама тоже использует гольфстримы разные. Она доходит крайне быстро, как и доходит. Другая нет. Может быть, подобные же гольфстримы происходят. По логике вещей, пространство же взаимосвязывающее происходит. И в микроскопическом размере. Ну, хотя бы вот здесь. Да, они микроскопические. Ну, если увидеть вот здесь. То есть, получается, что если я какая-нибудь скилька человекообразная посмотрю на этот гольфстрим и смогу определить этот гольфстрим вот здесь. Достаточно одного шага. И что будет? 50. Что я буду видеть? Думаете? Это не знаю. Что я буду видеть? Вот представьте, вы сидите в вашей машине и несетесь со скоростью 200 км. Что вы видите рядом? Развутость по краям. Можно ли сказать, что вы видите искажение пространства? Да. Думаете? Еще думаете? Я же сказал, что вы видите. Я не сказал, что есть. Мы видим искажение. Хорошо. Это совершенно правильно. Оно просто самое не такое. Обратите внимание. То есть, ваш метод восприятия вне гольфстрима, ваша машина это гольфстрим. Оно совершенно другое. То есть, когда ты стоишь, стоячая машина, блеешь вот сюда. Ну, представьте, вот сидишь и вот смотришь. А потом ты едешь 200. Вот блеешь. Что ты видишь? Вообще ничего здесь. Полное искажение пространства. Но ведь, фактически, оно же, пространство же от этого не меняется. Вы знаете, сколько есть людей, которые видели искаженное пространство? Ну, это и у вас тоже. Я уверен, что есть мнение у каждого второго. Иногда это происходит. Как будто вот так что-то происходит перед глазами. Как будто что-то удаляется, приближается, становится на место. Или наоборот. Я думаю, аль, когда ты идешь, у тебя ощущение, что кто-то уходит. Я думаю, блин, ты что, блин, блин... А ты, блин, 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 блин... Три часа хожу толку никакого. То есть, когда выкинешь... Или время. Вариант. Двоеобразный год в тренинг попался. Или. Когда ты сделал что-то, а вот теперь телес. Или когда ты сделал что-то, по логике вещов должно было пройти один час, А где можно было часа три? Наоборот. Ты не можешь понять. Ты в голове прокручиваешь назад все это дело, свои активности. А оно не наполняет себя часами как. И как ты и одеешься? Ну, хрен с ним, наверное, выпил в прошлом году. Или наоборот. Бывает. Когда ты сделаешь что-то нормальное, которое че-то еще. Как? Я физически это не могу. Я был там, 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 там. Должно было пройти два часа. Прошло сорок минут. Поэтому, если мы с временем, и на сколько угодно. Все это зависит от пространства, и его состояния, и его волосы. А теперь интересно. А теперь интересно. Да, быстрее говорю. Вот когда вы, там, впрыгаете, вас не разрывает? Почему? Нет. Почему? Он не разрывает. Не шумит, не знаю. Потому что Больфы, он не совсем такой. Он не совсем тупо вот такой. Он вот такой. Он вот такой. Потому что ты сам, как пространство, не настолько... А, я как-то отвечаю сразу. Ты чугун. Хорошо? Ты, как пространство, тоже очень разрывает. Слушайте сюда. Открываю следующую тайну. Учат меня. Я хорошо слышу, да? Учат меня. Я же говорю, я не спина, не знаю, я не умный. На тренировке. Учат меня. Приходит. Индия. И говорит. Это много я болтаю. Вон? Нормально. Вон, оттянка не цвет. Там новое учение, пока мне дипломантали. И говорит. Вот сейчас. Он говорит прямо вот здесь. Я говорю, сейчас это сейчас. Сейчас. Теперь говорит. Сделай шаг влево. Я вот так стою. Люди, вот люди стоят. Все. Не знаю, где. Я делаю шаг влево. Вот такое странное ощущение, этот вопрос. Как будто здесь стоит как... Ну, представьте. Туманообразное, совершенно невинное. Но ощущение, как будто через что-то вот прошло. Но это не холодно. Вот в этом моменте ты только чувствуешь, здесь какая-то плюш. Что-то здесь есть. Тончайшее? Тончайшее. Понимаешь? И вот так вот прошел. Как портал. Что? Нет, не говорите такие слова. Не используйте такие слова. Это человеческих порталов никаких нет. Все здесь. Ничего не меняется. Обратите внимание. Ничего не поменялось. Все то же самое. Они говорят. Теперь мы вне времени их видим. Говорят. Она меня не видит. Вообще. Для нее я не существую. Вот так. Ходил, ходил. Ходили. Вернулись. Куда-то назад. Говорят. Теперь вернемся во время. Тоже самый шаг вперед. Той шаг вправо был. Ну так меня учили. У меня шли штуком. Говорят. А теперь мы сейчас. И исчезаем. Это было... Сейчас я услышу о каком году. Здравствуйте. Диплом я получил в 25-м. Наверное, это еще 3-м. Ну там много было. Я просто объясняю. Я. Человек не умный. Дурной. Ну, блин. Как человек. Нормально. Ну, сон, сон. Ой, как фантазия. Глупо сидеть здесь было. И так далее. Лечу себе в Словению. Это было года два назад. Никого не трогаю. Что необычно для меня. Жду чуманат. Твоего аэропорта. А там малюсенький. Малюсенький. Аэропорт Словенский. Ну, действительно маленький. Аэропорт. И ситуация такая. Я сейчас рисую, чтобы было образоваться. Дальше. Выходишь. Вот представьте, вот так вот. Вот такая полукруглая такая-то. Круглое пространство. Здесь ворота. Дверь. Дверь. И здесь. Дверь. Выходную. Ну. Дорога. 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 Это. Ну. Чуть больше. Дорога. Вот такой. Кругообразный. Дорога. То есть. Отсюда вышел. И сюда зашел. Здесь метр четыре. Здесь метр четыре. Вот отсюда. Сюда метр четыре. Вот отсюда, значит. Вышел. Здесь дверь открывать. И пошел сюда. Здесь народ стоит. Встречает. То все. Ой. Практически малюсенькая работа. И ты сразу уходишь. Здесь в улице. Меня встречают. Встречают меня, значит. Машки. Ну. Ля-ля-ля. Я в улице. Стою за чемодан. Никого не трогаю. Вдруг. Почему? Да. Я не знаю. Ну. Я поставим что-то. Мерю. Интересно. Прелюбопытно. Я как последний день. Я же никогда. Не. Скажу так. Не сделал. И даже не попробовал. А почему? То есть не учили. Может что-то есть. В фантале. Так. Восстанавливаю ситуацию. Значит там было. Тут. 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 Ага. Ага. Так. Так. Все понятно. Все ощущения те же самые. Уже понятно. Так. Ага. И чемодан пришел. Так. Все. Поехали. Просто сдуру. Ну. И пошел. Выхожу. Выхожу. Люди. Томажи этого нету. Мальцы. Просто. То есть. С чемодана. Только выхожу. Вот сюда. Там. Четыре метра. Выхожу. Выхожу. Встаю и смотрю. Так. Ладно. Значит. Наверное. Звоню. Алло. Говорит. Томаш. Говорит. Где вы? Говорит. Мы здесь. Говорит. Говорит. Ждем тебя. Говорит. Вы меня ждете. Я здесь. Говорит. Говорит. Где? И в это время я слушаю, что я слышу разговор там. Внутри. Говорит. Я поворачиваюсь. Они вот здесь стоят. Вот здесь. Это расстояние пройти перед людьми. Метр. Они вот здесь стоят. Они смотрят. Они на меня смотрят. Я на них смотрю. А пешие люди говорят. Ты когда вышел? Вы тут? Это невозможно. Мы стояли здесь. Вот, вот, вот. Тут пустовато было и тогда. Мы стояли здесь. Как ты? Невозможно. Как ты вышел? Невозможно. Хи-хи-хи-хаха поехали. Я даже забыл, что я сделал в этом моменте. Ну и прочее. Это я вспомнил через неделю. Я говорю. Блин. Я же там колданул чего-то. В чемодан пришел. Ну, естественно, чемодан приходит уже не до этого. Берем чемодан. А эффекты. Вот они на лицо. Это, я вам показываю, уже практическое, простое применение подобных туннелей. Но вопрос в том, почему не воспринял? Ну, потому что не быстро это будет. Это настолько быстро движется, что ощущение реальности, ну, совершенно меняется. Ты уже не следишь, что все ненормально. Ты просто не обращаешь внимания. Вот если бы обратил внимание, заметил. А я не обратил, ты уже даже не ожидаешь. То есть, подобные туннели, ребята. Они везде и всегда. И возможности вашей оперирования в пространстве не ограничены никак вашим собственным пространством. Так что, если вдруг кто-нибудь из вас спешит попутешествовать, то есть, расплюнуть, расплюнуть. Вот так. Надо единственное найти. Ведь туннели, они везде. Как пространство желают. Вот это вам тоже вопрос. Как их найти? Шаг левый – это просто как найти. Шаг левый – шаг плавает, расстрял. Это не о том. Не только найти. Вы можете даже их создавать. Создавать. Ну, давайте пока найдем и сначала потом создадим. А мы давайте создадим. Давайте. Какая разница, какое пространство создаем? Любое пространство создают любой. Что я точно делал? Создание. Что я точно делал? Создание. Что я точно делал? Создание. Правильно. Правильно. Вот если еще внедрить туда состояние мое, которое я до этого Он говорит, ну моза на что? Нужна инфекция, пространство поддерживающее и триггеры. Можешь так, можешь так, можешь так. Находись сам. Можешь по-разному. Самое главное, чтобы вот этот процесс изначального триггера, вследствие чего создается вот это, было бы правильным. Я ну пошло. Нет, сейчас это не есть. Это просто продать дофу своего собственного пространства. Вопросы есть, коллеги? Всегда пожалуйста. Да-да. Какого хрена на самолете летаешь, да? Чемодан не могу внести! Чемодан не внести? Рассказывайте. Спрашивайте. Сейчас. Давай. А как сделать вот это состояние? Сказали, что вы это включаете, и нужно, чтобы внутреннее состояние было соответственно. Сейчас я вам скажу, что вы спросили. Представьте, что у вас есть возможность встретиться с Богом. Ну это такая фигуральная идея, да? И вы спрашиваете Бога. Ну и есть такая, на то, что поговорить. Естественно, я никак не сравниваюсь. Сам придумал, но сам пашет. Меня это не интересует. И вот ты спрашиваешь. А вот как можно создать Адама и Ему? Человекообразное. Ты чего сейчас спросил? Ты сам понял? Да если бы у вас были такие инструменты, готовые, как это сделать и могли сделать, зачем я вам сдался? Вы сейчас, вы понимаете, это музыка. Вот музыку ты взял, скрипун, и заскрипел шикарно. Это результат. Но чтобы заскрипеть шикарно и быть скрипачом, представляете, сколько лет надо делать ошибки? Это называется фальш. Чтобы возможно быть скрипачом, который будет слушать и ценить. То же самое. Так вот скрипачом сложнее стать, чем перемещаться в пространстве. Я думаю, что пространство это естественное состояние. Но чтобы быть способным, не способным, чтобы просто видеть, реагировать на все это, все-таки надо готовиться. Ну вы, бабка, не спрашивайте, вы же мой ученик, вы же уже... Блин. Вопросы есть о пространстве? А вот что такое дежуре? Такое ощущение, что ты уже детка живет? Ну, без страды. Или это тоже что-то... Конечно, конечно. Есть разное. Есть еще другой вариант. Понимаете, пространство же, оно же не только вокруг, оно и внутри. Помните, там, циркл, 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 циркл. Но ваше воспоминание и память, все, что происходит, оно тоже пространственное. Пространство, по-разумению, микроскопическое. И когда оно и тоже может повторяться два раза, то ваша система, это можно воспринимать как дежаву. Но оно теряется во времени воспроизведения. То есть, у вас какое ощущение? Как будто это было. А когда это было, вы не можете определить? Может быть, буквально одну микросекунду назад? Вот это связующее теряется. Ну, смотрите. Вы меня сейчас постоянно видите, да? Раз, два, три, четыре. Сколько раз вы меня видели? Вот сейчас. Вот уже прошло 10 секунд. Сколько раз вы меня видели? Правильно? Так вот представьте, что дежаву, это когда, например, первый раз ты увидел, кстати, это же я объяснял и специалистам шоу, ты первый раз увидел, систему увидела, сознание не зарегистрировало. Но это уже находится в твоей памяти. Второй раз ты увидел, сознание зарегистрировало, а в памяти уже это есть, оно из памяти поднимает то же самое, очень похожее. И у тебя создается впечатление, что это уже было. Потому что это в твоей памяти. Но запечатлился, Антон, одну микросекунду назад. Но потому что это связь была, а здесь конфузия наступает. А здесь через несколько дней. То же самое. Неметро. То есть система фиксирует мне. Ой, здесь сейчас мы дойдем до того, что подразумевается под словом день. Через несколько дней. Это вы говорите о том, как крутится стрелочка на джизаме. Что такое день? Это для вас он один, два, три, четыре. Это для вас он один, два, три, четыре. Давайте не идти в эту тему. Потому что здесь мы начинаем все прикасаться с понятием времени. Неохота об этом говорить. Очень интересное и сложное понятие. Все, что я рассказывал о пространстве, ничего к существованию не имеет. Все эффекты, о которых я говорил, в пространстве возможны. Но нормальный человек думает, что пространство это ограниченный кубик. Значит, это временные эффекты. То есть это было вчера. Ускорение пространства ускоряет скорость вращения стрелки тоже. От этого времени не меняется. Вот позиция стрелок меняется. А времени нет. Поэтому не давите. У вас пока еще состояние времени это часы. И не жду. А на самом деле пространство видоизменяется. Сейчас дни совершенно несуразные. Ты не понимаешь, когда начинаются. Дни кончаются. У тебя нет ощущения, что оно было длинным или коротким. Лет 20 назад четко все чувствовали, сколько длится день. Частоты были сбалансированы. Ой, какой длинный день, Юрий, туда длинный день, сейчас непонятно. Вопросы есть? Есть. Давай. Вы как в самом начале говорили, что... Сейчас, подожду. Говорите. В самом начале говорили, что Юра задал вопрос. Закон. Вы сказали, что прежде всего это условие, а законы это уже внутри. Вот то, что сейчас кричится, то, что законы притяжения, отражения... Кто сказал, что есть законы притяжения? Нет, ну я имею в виду то, что сейчас кричится на улице. Не въехал, что ты сказал. Ну вот сказали, есть ли законы, по которым движется пространство. Условия, не законы. Да, вы сказали условие, а законы нужны для того, кто на улице. Нет, это не закон. А что это? Ребята, закон это очень человеческий подход. Это ограничение. Закон это ограничение. Значит, до этого момента мы рассматриваем цвет красный. Вот здесь он уже синий. Но на самом деле такого ограничения нету. Это мы создали корротацию цвета. Но если ты посмотришь, что всю палету там вообще нету. Ты не знаешь, что такое красное синий. Чтобы взаимопонимание, мы сказали, что это действительно красный синий. Закон гравитации. Мы не можем левитировать. О, левитировать. Да, но ты же вернулся. Да, но я бы этому болтался, в глазу. Сколько? Одну сотую долю секунды. Это мало. Мне достаточно. Вот эту одну долю секунды я раскладываю как закон. Все, я могу левитировать. Говорит, это называется прыгать. В одну долю секунды я болтался, обзелился, ты говоришь, вот болтался. Видишь? Что такое закон? Это социализированная система ценностей. И люди становятся жертвой этой позиции. Я не говорю, что я вижу, что это плохо. Необходимо. Или условно. Но приходит момент, когда человек делает шаг вперед. Тысячу пятьсот лет считалось, что человек видит, потому что из его глаз идут лучи. Ни день, ни два, тысячу пятьсот лет. Ребята, вы представляете, какое-то? Это было закон. Как ты видишь, лучи идут из моего. Какие же лучи у тебя? Самое интересное, действительно не было. Но ты ни за счет не видишь. А то, что лучи идут, правильно. А потом не тон, тыркая себе карандашом в глаз. В смысле, ты дошел до того, и он первый вынес от закон, что оказывается, наоборот, его не любили, и яблоко по голове давали, и так далее. Это нормально. Почему там все двигается по спирали, а не боли, и дни, допустим? И что ты сказала сейчас? Я не понял. Здесь же какая-то соревновательность, условия. По спирали чем не устраивает? Меня устраивает. Ну не подой, да? Почему по спирали, почему ворота? Удобно, блин. Тормозить не надо. Не усложняет. Вот вы сейчас дали очень человеческий вопрос. Движется так, как оно должно двигаться. Может быть, это даже не спираль. Может быть, это из нашей позиции восприятие пространства, это называется спираль. А с позиции самого пространства, это стрелы. Хрен его знает. Пространство, может быть, не воспринимает вот это, а через определенное количество времени он начинает делать вот такие спиральные рожи, которые мы не в состоянии понять. Ну, опять же. Еще вопросы, друзья? Что такое искривление пространства? Точно объясню. Точно объясню. Это всего лишь гольфстримы внутри самого пространства. Автоматически ваше восприятие пространства изменится. И вы называете это искривление. Так. А я могу пространства кубик маленький запекать? А зачем? Управлять. Надо запекать. Ну, все, у спираль управлять. Ну, под понятием пространства, понимаете, штаб. Вот если вы пространство. А, да. Они и так находят там. Они и так находят. Возьмешь кубик, закроешь, там есть оно пространство. Вы хотите сказать, уплотнить пространство? Без проблем. Надуй туда насосом. Ты делаешь пространство. Хочу сказать, у вас что-то там внутри говорит, но сознание не может сформировать. Объясню. Если это вы бы смогли сделать прямо вот так, то называлось бы это материализацией. Если бы вы в состоянии были менять плотность пространства, она и меняется. Сварка, делай железо и так далее. То есть, если бы вы другими икс-путями делали, и вот здесь оп, сформировалась бы форма, круг, например. Какая разница? Это называется материализацией. Пока человеку это не дано. Это возможно. Но пока не дано. Плюс, само это пространство обычно не существует долго. Оно существует крайне минимальным сроком. Потому что остальное пространство, не поддерживая его состояние. Вот если бы еще вы бы создали это, 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 без прогресса, тогда вот эта круга существовала. Еще вопросы? Всегда пожалуйста. Как узнавать вот это вот, когда ты переходишь в другую валюту? Ну, зависит от того, сколько выпил. Да, и перешел. Артем, это вам не грозит. Никуда ты не перейдешь. Это вам не грозит, это я не могу объяснить, это я не могу научить. Для этого надо быть уже не совсем сознательно другим. Меня за много кучи лет готовили, чтобы быть раз-два и все. Десятки лет работы. И ты не знаешь, что я сейчас смогу это сделать. По крайней мере, сдуру что-то вышло. Сдуру. Ну, я не буду этим экспериментировать. Это не то, что опасно, а просто, что занесет не туда. Жена истерики устроит. Еще вопросы есть? Скажите, что вопросов больше нет, потому что 9 часов. Ребята, я очень надеюсь, что я сегодня вам рассказал, что тот не рассказал, а открыл ваши глазки на самые банальные вещи. Открывал, 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 открывал. И, надеюсь, дооткрывал. Не закрывайте свое сознание. Если хотите быть в хорошем смысле людьми завтрашнего дня. Everything is possible. Ты только не знаешь, как. Возможно, все. Хорошо? Нарушайте руны. Они для этого существуют. Спасибо. 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 Спасибо.